приветствую всех с вами хул дым и мы продолжаем проходить игру то небо не давал да я решил наконец-таки побыстрее в мы вернулись в то же место тема сна из предыдущей шестой серии так как я перечитал вообще все что было далее у нас ждало ничего там не меняется вообще максимум только добавляется озвучка так что да теперь мы продолжим играть уже в шестую часть но с этого места с озвучкой будет интересно так и давайте уже наконец-то хочется разгадать загадку с ручкой т.д. так далее который мы выиграли конечно пришлось хорошо конечно попотеть хорошо потому что блин крайне часто были новые по факту в этих крестик ноликах с ромкой я просто мы бились друг другу об голову и никто не мог выиграть вообще даже 1 очка каждый очок пришлось вырывать прям и нам постоянно переигрывать лишь надежды что он сделает ошибку такие вот великие битвы предыдущей серии гляньте но имеется ввиду можете поглядеть все те которые ну до предыдущей серии там после 5 4 серий которые не связаны с обновлением а так давайте приступим за вас выпей у меня сейчас чаечек с молочком за вас ну что же перед вернувшие к себе я снова хотел ручку и сжав ее в клещах инструмента стал проворачивать начало это шло тяжело однако под конец я я уже смог раскрутить ее пальцы из разобранного из разобранного трофея вылетела маленькая батарейка таблетка о ну хотя бы батарейка есть хоть что-то и аккуратно приложил под ее листок бум под нее листок бумаги чтобы не потерять и стал думать где сейчас найду тебе замену в голове стали всплывать разные варианты где в доме могут стоять батарейки но по всей видимости именно такой нигде и не было ну да такие шариковые их практически точнее такие маленькие таблеточные их практически ни в одном приворе ты не найдешь я разочарованно встал и подошел к окну может в местный магазин завтра сходить там вроде есть там вроде есть х жаль хотелось сегодня посмотреть как она работает мой взор опустился на подоконник а ведь совсем недавно здесь сидела ста сова и только это стекло спасло от нее но чего она не смогу не могла защитить так это от страха исходящего от ее зловещих ярких глаз ведь у страха нет преград ни в море не на суше как хорошо что она сама не могла прорваться через это стекло поэтому только только стучала стучала и изводила нас сестрой стучала постучать ну конечно а поговорил что по неработающей батарейке можно постучать и тогда она может на некоторое время жить отлично давай скорее я уж хочу знать что же там такого интересного и резко оторвался от окна и вернулся к разорбранной ручке положил батарейку на красть стола я стал аккуратно пить по ней металлической частью плоскогубцев надеюсь сработает надеюсь сработает верну батарейку обратно в ручку я закрутил ее и она заработала она работает ага это была победа на экранчике горели цифры теперь ручка мало того что была полна чернил так еще она могла показывать время настоящее чудо техники вот ромка сбящийся и удивятся кто когда узнает что она рабочая даже не знаю что теперь даже не знаю что теперь круче ручка брест или вкладыш бенц довольный я тут же решил ей что-нибудь ею что-нибудь написал записать счастье и восторг переполняли меня но несмотря на это я все-таки чувствовал что-то нехорошее словно она уже дышала в спину изредка подбрасывая напоминание себе и приближаясь еще и приближаясь приближаясь еще ближе говорил скоро антон скоро ну бля что были сука сучка брез под корень срез под корень ёб твою ма блин я до сих пор это пугает да блин у меня до сих пор этот тупорылый скример пугает скотины вовремя блин ладно срез под корень хорошо меня уже срезали подход что скоро скоро мной все-таки поужинают да серьезно она повторила наши же слова иди по школе я услышал позади себя голос его эхо отдало по спине вызов рой бегущих ледяных мурашек быстро переходящих к шее вымолвив имя дрожащим от испугай голосом я замер в ожидании она томила меня начала разрывать душу изнутри заставляя с каждой секунды осознавать что рядом опас но кстати говоря я не могу понять дружище ты как бы голос ты ее запомни запомнить до сих пор не можешь как бы такого голоса нет ни у кого ну подожди подожди кстати не они ведь могут имитировать голоса получаются я вот чего не понял это чисто из-за кошмара из-за того что у нас кошмар был волк мог имитировать голоса если они не могут их имитировать то голоса других животных то блин то очевидно что это она а если так если они умеют ну тогда ладно это хотя бы оправдана то что он постоянно спрашивает реально вот я скажу честно очень хорошо что мы не успели добрать и полностью эту главу без озвучки реально с озвучкой куда приятнее голос моей знакомой звучал ласково но мои чувства не изменились я все также был напуган с глотом силу я взнимательно стал прислушиваться к малейшим шорохом у себя за спиной я суну руку в карман и немного там шерудив почувствовал холод металл это была ручка откуда лиса узнала что я взял ее с собой откуда она вообще узнала что у меня есть эта ручка желание расстаться с такой редкой ручка у меня совсем не было там уже действительно честно стал ее обладатель аха плачет ваших желудках друзья мои я счет сомневаюсь что витя жив очень сомневаюсь что он жив любопытство постепенно начала братьев вверх в эту секунду алиса подошла совсем близко я буквально чувствовал ее дыхание над своим а давай поиграем в игру антон я скажу тебе стишок если ты ответишь на мой вопрос так уж и быть я не буду отбирать у тебя эту ручку но если не увидишь будет а вот интересно что же будет ведь там серьезно можно было проиграть и не получить ручку она как я понял является одной из главным одной одной важной деталью для того чтобы решить головоломку линда хватит их внутри меня все сжалось но видимо другого выхода здесь попросту нет хорошо разумный выбор антоша а теперь слушай внимательно у страха нет преград ни в море ни на суше чудных друзей лишь шлет он иногда пламя души своей тайну зверей в тайге что пронесешь ты сквозь миры и века а это же тот самый стих который я вчера прочитал на обрывке газет то что шлет пламя поджидает меня в тени я вспомнил записку этот странный шифр который смог разгадать ночью пламя шлет страх нет наоборот страх шлет пламя точно вот первое первые слова шифра я повернулся к лисе страх таится в тени так как многие люди и и боятся а пламя это что-то вроде силы то что позволяет спастись от тени отбиться от нее похваставших перед алисы своим остроумием я даже ненадолго улыбнулся алиса ласково опозвала меня очень быстро голос алиса сменился на добродушный и радостный его мягкое звучание вновь начала придавать ощущение уюта и домашнего тепла и когда ее и когда ей надоест так шутить думаю никогда друг мой кстати да нет не надо сейчас сделаем предскринчик а тут можно не знаю как-то убрать а вот как можно в уберем вот это и сделаем предскринчик вот красота атак все скринчик сделали продолжай когда и надоест так шутить видимо до тех пор пока я не перестану ловиться на это значит я могу оставить ручку себе вот я об этом и говорил он ни хрена не жив плутовка ты мелкая это ладно пока что я не могу не буду ее и обзывать так как в оригинальной игра еще полностью не вышло непонятно добрый она или злая вообще но имеется ввиду будет ли она на нашей стороне или хотя бы нейтральный и не вгрызется нам в глотку задумавшись об авторе записки я решил задать самый главный вопрос все подожди гав гав типа отсылочка на этого как-то было волчонка гав гав так гав гав ясно волчонок лицо вообще-то юмор алисы довольно специфичен и каждый его поймет но тем не менее он меня мы он мне все равно нравится что так и будешь на одном месте топтаться я и не заметил как перехожу с одной ноги ноги на другую стоянами предложение алисы было весьма заманчиво однако у меня уроки извини но мне нужно идти в школу если опоздаю еще раз учительница меня убьет собака собака ой 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 опять тебя вывела 5 вывела тихо буркнул я посмотрел тихо буркнув я посмотрел вниз ага как бы с двумя дружишь а почему алису ты в друзья не приписываешь хотя она забыл 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 да тут же ветка вот чем отлич алиса ловко уворачиваясь от ответа алиса ловко уворачивается от ответа что начинает надоедать вздохнув мара вдохнув морозного воздуха я смущал брови алиса игрива потянул им протянула мне руку однако я не стал ее трогать в ответ пожав плечами она повела меня за собой на такой вот продолжаем пути внезапный вопрос алисы разорвал тишину молодец антон проговорился да вот об этом я тебе говорю тебя легко можно вывести хотя ладно кто говорил возможно и я бы также мог бы легко попасть а мне кажется или именно поэт а нет полину она не тронет мне в тех скалинах которые я видел на превьюшках в беде будет в этом пути именно катя попадет в беду они одни полина под коверный вопрос смотря на ее отношении на такую подозрительность теперь не ясно вообще искренне ли ее чувство кантону ли он или он все-таки очередная игрушка кажись ты так вы кажись ты алиса права впервые в голос алисы появилась некая нотка презрения и зависти лес же вокруг словно начинал внимать ее словам деревья закачались из стороны в сторону будто ритмично речь мить ритмично поддакивай дальше мы шли в тишине я поглядывал то на подругу то на вес окружающий нас со всех сторон жуткие корни деревьев и наоборот красивые стройные ели создавали неоднозначную картину перед моим взором если так посмотреть это довольно жуткое место особенно в темное время но если взглянуть по-другому то это отличный уголок природы для поиска вдохновения ну да природа одновременно и красиво но и жуткая особенно когда ты начинаешь погружаться в ее глубины тишина перебиваем лишь пением ветра превращающего мягкий снег в заедевевшие сугробы заставляет тело и разум отдохнуть извиняюсь а мы про произнесла она это крайне неуверен словно в тщетных попытках пытается скрыть свое беспокойство алис все хорошо нерешительно произнес я алиса решила напомнить меня своей лжи помню помню что ты меня обманула из-за чего я и получил эти синяки до сих пор болят я поправил очки показательно почесал ушибленный лоб и ее напряжение в словах но и без следа исчезла однако все же оставилась за собой небольшой осадок в груди ком она вообще говорит непонятно про кого она про своих друзей говорит или про кого одни загадки без лишних слов она взяла меня за руку и привела в сторону наконец-то уж вместе вместе мы стали стремительно обходить сугробы и пробираться через многочисленные острые ветки кустов красота взгляд сып подружки упал на то что я видел перед собой подожди экстра скорее всего изображением так секунду нет вот ты мистер вот этот кадр о нет этот кадр заслуженно должен попасть на превьюшку а прибежать алиса приобняла меня сзади тело залилось жар запах мандаринов и бенгальских огней коими пахла алиса вызвал у меня самые самые приятные ощущения она начала медленно протягивает руки к моей груди делаешь все уж ты делаешь она нежно погладила меня после чего начала расстегивать куртку расстегнув куртку она принял принялась за мою рубашку чё ты делаешь чё это такое мне мне это нравится и при ее прикосновение расслабили меня до так что я не заметил как полностью облокотился на нее но тут алиса резко отпустила руки отпрыгнула в сторону бумс да не успела ничего сообразить я грохнулся в снег уставившись на лису непонимающими глазами я заметил как кто-то стран что-то странное висит на моей шее ту же секунду хитрая плутовка ушла вглубь леса скрывшись темными стволами диких деревьев вроде я не ушибся но испугался знатно хотя я думаю это того стоит осмотрев странный ему амулет оставлены алисы я заправил его под рубашку и застегнулся чего вдруг она решила подарить нет этот кокоть ладно я опаздываю рассмотрю его я рассмотрю его в школе отряхивая остатки снега с одеждой а так я как можно скорее пошел в нужном направлении неожиданная встреча для меня обернулась еще более неожиданным концом однако руки алисы нам за мгновение сняли мое напряжение улетучив мысли о проблемах если наша наши встречи всегда будут проходить так то я не против и опоздать но если быть честным это слишком даже для алисы да я не знаю подожди чё там было да непонятно вообще что для нее не слишком что слишком не останавливаясь не обращая внимание на оклики я сразу же зашел в школу интересно кто же все-таки за старшеклассе такие и занять и каково было мое удивление когда оказавшись в коридоре я увидел бесконечно стоящих беспечно стоящих выбор и болтающих друг с другом ученику считаю что звонок уже прозвенел я решил поинтересоваться можете подсказать сколько сейчас времени голос эхом раз разлетелся по коридор все дети затихли они смотрели на меня они осмотрели меня с ног до головы и принялись даже дальше разговаривать между собой ровно 8 петров а вот кто кто еще мог подойти здравствуй снежная королева знакомый голос подойдя сзади и катя дотронулась до моего плеча и встала на про занятие еще 20 минут спасибо кать удивленный я кинул головой и попытался ретироваться а это правда что ты с бабуриным в лесу подрался ну да был такое а что к нам вчера милиционер приходил про тебя спрашивал весь такой серьезный будто ты преступник какой наверняка я его и встретил когда опоздал в школу вместе с палит что ты имеешь ввиду последний раз когда мы виделись был не очень последний раз когда мы виделись был не очень приятно для нас обоих а сейчас она какая-то слишком добренькая на меня так просто не взять просто если честно я была удивлена что ты смог дать ему отпор еще тогда в школе вот интересуюсь что дальше был антоша уже девочки все такие любим наблюдать за вами мальчишками да все девчонки такие кроме тебя пожалуй не решусь сказать это вслух что именно тебе нужно знать обычная драка пару раз ударить друг друга по лицу разошлись разошлись обяжем не совсем другое сказал вот падла блеющая собака все выболтал хотя знаю его у мишку знаю как вы у него у мишка он сто процентов если не думаю не хотел ничего рассказывать на его просто блин заболтали бяша бяша а что он сказать мог то что вы ему втроем навтыкали что он больше не очухается да что ты такой да ты дурак зачем ты это сказал ну зачем зачем надо было держаться подальше отойти хотя ой ладно не буду все равно непонятно вдруг они потом по пацан скажут мы тебя поддержали а ты потом так вот посыку посыкнул сыкнул и сразу отошел от нас иди сюда щас кен объем по-настоящему лицо и набью что такое антошечка это мы засомневались или ты смелый такой лишь когда полиночка рядом так понятно пошли упреки полиночку мой из испепеляющий взгляд снова ушел на самодовольное лицо кати нет я определю она слишком долго терплю ее разве случай с семеном ей ничего не показал не стал для нее уроком как не нужно себя вести еще бы чуть-чуть и я бы накинулся на катю но тут вовремя проснулась мое самообладание из груди вырвался тяжелый вздох да только тогда когда рядом полиночка это ты хотела услышать смехнувшись катка катка демонстративно зааплодировал а наконец-то свобода у нас сейчас но я думаю да подводим концу и на этом как мы уже попали в класс мы подведем под ее остановимся и продолжим уже в следующей серии надеюсь вам понравилось ну то что мы вместо продолжили проходить дальше идти продолжим уже следующих сериях хочу поскорее перейти уже на путь согласия с ромкой потому что опять таки блин этот путь более проработанный чем путь полины хотя хотел бы продолжить и по нему идти не знаю не просто поприятнее так вот честно вот честно надеюсь вам понравилось ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии предлагайте игры для прохождения одна игра уже зачислены мы и проходим это привет шарлотта вы можете тоже попросить как прохождение любой игры которая вам вам нравится и можете мне и предложить я в нее поиграю уже потом решу играть в нее или нет но если она мне понравится она сразу же попадет вперед очереди и она будет следующий в списке прохал игр на прохождение как только мы закончим с другими прохождений заглядывайте в описании там будет ссылочка на мой рутуб канал и на мой дискорд сервер так мы и если что с ютубом случится не потеряемся на рутуб заглядывайте подписывайтесь можете там не сидеть но хотя подписаться чтобы если что не потеряться потому что все весь контент далее вы тогда будет уже выходить на рутубе если что-то случится с ютубом чуть-чуть фу не дай бог надеюсь и будет продолжаться хоть в таком вот хорошем в хорошем смысле все закончится более хорошо и от него наконец-то отстанут всякие там русском надзор и тому подобные не очень хорошие личности и не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик такое новых видео знаете и пополните нашу большую но все такую же крепкую семью и сами конечно же не прощаюсь увидимся в следующих сериях приключения нашего зайчишки